Сергей Гаврилов 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 может быть в таких богатых домах, которые сейчас есть повсюду у процентов 5-7-10 населения. Это у меня было, но один раз, ты знаешь, у меня точно судьба мне подарила встречу с настоящим богатством. Именно встречу. Знаешь, где это было? Где? Это как историку тебе будет понятно, в Эрмитаже есть золотая кладовая. Есть и в Киеве тоже есть. И в Киеве! И еще в Киеве есть институт археологии, он тогда так назывался. А еще в Одессе есть какой институт, музей археологии тоже есть в Одессе. Вот там я везде держал, смотрел настоящее золото, потому что я в свое время очень давно, 50 лет назад снял фильм, первый фильм, который вообще можно было снять, про Ольвию. И это было на широкой пленке, это был фильм, и мы ездили вот по всем этим местам. И вот в золотой кладовой мне нужно было снять то, что касается Ольвии. А Ольвия, там есть зал Ольвии в Эрмитаже, в Эрмитаже я имею ввиду. А золотой кладовой гребень золотой, знаешь, вот такой. Конечно, он во всех учебниках истории есть. Вот я, когда был в шестом или седьмом классе, когда впервые начал изучать историю, да, посмотрел на этот гребень, боже мой, как это он золотой, как они могли золотом причесываться и так далее. Но еще мне показали вазу из чертомыцкого кургана, которая уже была разбита, и вот это все в руках мне не давали. Я почему так длинно это говорю, потому что это было связано с тем, что я снимал фильм «Это искусство». А дальше я прошел, меня провели по золотой кладовой, где шесть или восемь комнат всего лишь, и мне показали вот бриллианты, вот их много, вот посохи, вот держава, вот что-то, вот шкатулка, вот такая вот, понимаешь? А на ней 30 бриллиантов, какая-то купеческая или боярская такая шкатулочка. И мне стало от этого тошно, прозимно, много, потому это уже было не искусство. А дальше ты продолжай, извини, что так долго. Ну, понимаешь, судьба в том, что роскошь вообще-то такое понятие, оно социопсихологическое. Вот, грубо говоря, если вот сублимировать все определения роскоши, их там мириады, то есть вот со всех словарей, энциклопедий, то вот роскошь по большому счету это совокупность общественных практик, направленная на демонстративное потребление материальных и духовных благ. Однако, вот это вот понятие роскоши, оно менялось во времени и пространстве, так сказать, в том числе и в нашем городе особенно. То есть у нас вообще там город такой вот закрытый, такой террариум был все время. Да. И у нас вот очень сильно это проявлялось. вот, собственно говоря, вот роскошь, роскошь, это понятие цивилизационное. Вот есть такой, знаешь, знаменитый совершенно случай, вот ровно сто лет назад, 23 января 1918 года, ну да, сто лет назад, в Петрограде состоялся Третий Всероссийский съезд Советов Рабочих Крестьянских Солдатских Депутатов. Большой ничего мне не додумывались, как поселить этих депутатов в Зимний Дворец. Вот так. И вот когда они зашли в эти царские покои, когда они пошли и увидели все эти царские интерьеры. Ну что ж, оно получается так, что вот имеет значение социальное устройство общества и понятие роскоши, это как-то связано. Вот то, что было тогда при царях, да, потом друстрала, вот так вот. И все равно у них же, у пролетариев, у крестьян, понятие роскоши свое существовало, не правда ли? Понятие роскоши, оно безотносительно. Социальному строю? Конечно. То есть, оно существовало во все времена и народу, оно существовало даже тогда, когда не было государства. Собственно говоря, что такое роскошь, вот, допустим, вот в догосударственное время, допустим, при первобытном строе, при родовом строе. Почему появилось искусство? Искусство появилось потому, то есть, человек пошел рисовать сцены охоты там не в дартальских пещерах, знаменитые там, только потому, что у него появилось свободное время, это было роскошью. Он мог, он мог просто взять, отвлечься, так сказать, ему не надо было думать, у него были какие-то запасы, ему не надо было думать, чем накормить себя, свою семью в свободное время было роскошью. Но дело даже не в этом, мы-то с тобой о другом говорим. Мы говорим о цивилизационном подходе к этому понятию. То есть, вот есть христианская роскошь, купеческая роскошь, мещанская роскошь. Совершенно верно. Да. А есть там роскошь дворянская какая-то. И вот, когда, допустим, помещики-дети смотрят там сквозь тюлевые занавески на бал, то есть, как там пары кружатся в вальсе, льется шампанское, фейерверки и так далее, и тому подобное. Они на это смотрят, как на представление, как на театр. Потому что эта практика для них, она, так сказать, не нужна. У них свое понятие о роскоши. То есть, вот у них свое, а это свое. Хотя там были богатые люди, достаточно богатые. Давай на это дело посмотрим все-таки гораздо проще и понятнее. Вот смотри, я вот подумал, вот знаешь, на какую тему? Вот одно из понятий роскоши, когда уже здесь в Николаеве гудел по-настоящему все наши судостроительные заводы и корабелы среднего звена уже получали по 650 рублей тех, у них появились сначала вот такие катерки, какие-то казаночки, потом что-то еще, потом появились по машинам, будем говорить, появились запорожцы, потом появились москвичи, потом появились сейчас, появились уже потом Лексусы и Мазерати, понимаете? То есть, вот по этому слою, вот это все-таки социально, начиная от и до. И психология, понятие роскоши у того человека, который имеет миллиарды и у того, который имеет ну вот совсем немножко, для него роскошь ну совсем небольшая в своем социальном кругу. Я думаю, что это совершенно упрощенное понимание. Я специально так делаю, просто специально. То есть, упрощенное понимание, когда мы берем роскошь по маркам автомобилей. Вот смотри, при большевиках то есть, вот при большевиках понятие демонстративного потребления роскоши вообще изначально не миллиарл, оно уничтожалось. То есть, был Сталин аскет, он щемил номенклатуру, номенклатуру. То есть, никакого вот открытого потребления роскоши не было. Да, были закрыты распределители, были там то, были там какие-то клиники номенклатурные, но, извините, если тебе по штату положена дача с поваром дворецким и прислугой, то тебе положено. А если тебе не положено прислуга и дворецкий, значит, ты просто получаешь дачу и так далее, и тому подобное. То есть, градация роскоши была, так сказать, сверху вниз, соответственно. и плюс ко всему, плюс ко всему, вот это вот демонстративное потребление, оно за этим настолько тщательно следилось. Вот директор завода, так сказать, и рабочий, они в принципе в пространстве ничем не отличались. Их дети ходили в одну школу, там, жены ходили в одни магазины, там, то есть, у того телевизор, у того телевизор, но в кругу семьи, там, директор магазина пил элитный коньяк и смотрел цветной телевизор, а рабочий пил доступную водку и смотрел черно-белый. И плюс ко всему, я вот не поленился, я приготовился, кстати. Да ты что? Да, я не поленился, я посмотрел в своих архивах. Ну, позволи. Посмотрел в своих архивах. Вот, когда начался этот дачный бум, дачный бум, областной АБХСС, так сказать, отдел борьбы с хищением социалистической собственности, он завел 70 уголовных дел. Знаешь, на кого? На людей, которые вздумали достроить второй этаж. Причем, 17 человек из них реально тянули свой срок. То есть, заставили снести вторые этажи, чтобы никто не предлагал всеобщему обозрению публичное потребление роскоши. Ну, вот, вторые этажи, это, наверное, последний бастион того уравнительного распределения, за которое боролась номенклатура. Дальше пошли брежневские времена, ты помнишь, да? То есть, все понемножку вкинулись в эту борьбу, вот в эти машины, то есть, вот, там, в погоне за финской сантехникой, это прообраз золотого унитаза в Межигорье, видославская мебель, там, видеомагнитофоны и так далее, то есть, статусное обладание этими вещами, то есть, если у тебя есть в квартире, это было престижно, каким-то образом, и все втянулись, и это стало смыслом жизни целых двух поколений советских граждан, ты не забывай об этом, то есть, вот, тут была какая-то эпидемия, то есть, все там, хотели обладать какими-то качественными вещами, которых не было, так сказать, в широкой продаже, то есть, потребление малодоступных вещей, это считалось роскошью. Вообще, по большому счету, посмотри, вот ты там говорил в самом начале о золотых кладовых, и так далее, и тому подобное, мне, так сказать, за мою археологическую биографию, удалось поучаствовать в целых трех экспедициях в Таджикистане и в Киргизстане нынешнем. И вот там считается, что экспедиция, если ты не нашла 4-5 килограммов золота, то это все, это неудачная экспедиция. Вот так вот, да? Наука, что ни при чем получается, да? Подожди, то есть, там вот сатрапы, они аккумулировали это золото, аккумулировали, это было символ власти. Вольвии, вольвии, один кизикин, то есть, это прообраз доллара, который, который найден на раскопе, о нем говорят 10 лет, боже, помнишь, мы тогда нашли небольшой кизикин, а все почему? Да, я тебе скажу, почему так? Потому что у греков, у греков, золото работало на торговлю, то есть, на инфраструктуру, на торговлю, они строили города, дороги, они строили виллы, что-то еще, еще, еще. Сатрапы, сатрапы наоборот, то есть, у них население все жило в нищете, в тотальной причем, но зато золото было аккумулировано в их подвалах, то есть, золото, это был символ власти, оно использовалось непроизводительно. Вот это есть европейская роскошь и азиатская роскошь. Что ты хотел сказать? Говори. Да я хотел же похвастаться, что тогда, когда я снимал этот фильм, я же в Одессе, мы там тоже добрались до каких-то вещей, связанных с Ольвией, и вот один одессит, директор этого музея археологического, да, вот так сделал мне, вот такой. Мы же сняли все на свете. Я говорю, оператора брать, что-то еще там такое. Он говорит, нет, 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 не надо, не надо. Только вы. Вот он опускает меня в какой-то подвал по крутым ступенькам. Одни железные двери, потом ниже еще железные двери. Ты прошел через железные двери? Он. И все ниже, ниже и ниже. Он идет и все время наглядывается на меня, очень так, как-то символически. Потом мы зашли в какую-то небольшую подвальную комнату. Там такие, какие-то шкафчики. Он достает, и показывает мне завернутый пергамент по отдельности каждую монетку кизякин. 76 штук. Ну, это большая ценность. 76 штук. Как они нашлись? Где-то в Одесской области была талака. Вот это строили дом и сама на все такое. И вот это вот все вырыли там глины, чтобы достать. А там оказался ну, ну, этот галочек старинный из-за этого дела. Короче говоря, тут у меня произошло совершенно другое понятие. Я не почувствовал, что это, потому что это сплав же электром. Это электром, да. Да. Я почувствовал, что такое толща веков, тысячелетий. Это раз. И второе, что такое искусство вот этого, который делал, наносил там великолепные портреты на эти кизякины. И я подумал, что где сейчас, вот если переходить на современный мир, где понятие роскошь на каких этажах находится. Смотри. Вот я назвал искусство. Вот смотри, ты назвал искусство. Я бы не хотел ограничиваться только искусством. Я же говорю, надо, давай перечислим, потому что не только искусство. Ну вот смотри, вот накануне, так сказать, пока ты не ударился в воспоминаниях о кизякинах, мы с тобой говорили о азиатском и европейском потреблении роскоши. Хорошо. Вот это интересно. Да, да, да. Вот смотри, вот грубо говоря, после перестройки, после распада СССР мы там все пережили. Там эпоху малиновых пиджаков, бритоголовых спортсменов, потом пошли челноки, потом их сменили гангстеры, которые там сращивались с красными директорами, потом в конце концов начались образовываться все эти трастовые фонды и в конце концов у нас появилась олигархическая экономика. Олигархи! То, что мы имеем сегодня. То, что мы имеем сегодня. Вот лет, наверное, не знаю, лет 8 назад мне довелось с двумя шведами и двумя американцами по приглашению прибыть в дом всего-навсего заместителя районного прокурора. Вот там домина, конечно, как, не знаю, половина этого здания. Это уже нынешние годы, да? Это нынешние годы, да. И вот он ходит, он ходит там, этот зашел, я так, ну я просто офонарил, кругом золото, то есть вот золотые багеты, картина, и он, так сказать, стал водить экскурсию. Вот это вот импрессионисты там, вот это вот там, то, вот это. Я смотрю, ну какие импрессионисты? Это копии, понятно, понятно. Да, копии, причем плохие, копии подводят там коврам, вот это вот, там висят какие-то клинки, какие-то там лепажи, якобы, пистолеты, тоже все новоделы. Но я молчу, естественно, там, американцы тоже так притихли, так, и понимающий голова векивает, и шведы. То есть для них, вот если они зашли вот в такой дом, они зашли к какому-то гакстеру или наркобарону, у них там настолько все, это просто, для них роскошь, это свежий воздух, это свободное время, это счастливая семья, это здоровье, здоровье, это возможность путешествовать, возможность содержательно прожить свою жизнь, и самое главное, реализовать себя как личность. То есть для них, вот эта вот атрибутика, это не роскошь. То есть вот европейское потребление роскоши, это содержательное потребление своего свободного времени. Время-то сквозь пальцы, а без родной. Вот смотри, у нас с тобой есть много знакомых, которые там ушли на пенсию, общих знакомых причин. Вот они ушли на пенсию, там у них там какая-то там приличная пенсия, сказать, ну смотри, полгода проходит, раз, все. Один умер, второй умер, отнесли на мешковку. По одной простой причине, что они стали, они стали плохо относиться к своему свободному времени. То есть они вот выбились там из привычной, из привычного ритма. Очень хорошо ты ведешь эту, это великолепно, продолжай, это здорово. Вот чего ты работаешь сейчас? По одной простой причине, потому что не будешь работать, так сказать, твой век. Вот, если говорить уже обо мне, то я, извини, перебью, скажу, что для меня такое сейчас роскошь. И вообще всю жизнь была роскошь. Это я понимаю, что, а, это общение с людьми, вот для меня роскошь. Не дай Бог без этого остаться. И б, то, что я всю жизнь роскошь, мне жизнь подарила, я занимался только любимым делом. И нелюбимым никогда не занимался. Ну и в этом дело. Я вот хочу сказать о том, что люди, которые потребляют роскошь, вот есть такой там российский миллиардер Полонский, он там на вечеринку в свою яхту не пускает никого, никого, так сказать, у кого нет на счету миллиарда долларов. Вот, вот, это статус. Это статус. Но статусность, она изначально ущербная. То есть, вот можно выставить там, можно выставить яхту, можно выставить машину, можно выставить замки, можно выставить замки. Нельзя выставить мозги. Просто-напросто. Вот я здесь подчитал. Мозги, мозги, это не статус почему-то у нас. Вот смотри, я почитал немножечко, и вот так чуть-чуть систему где-то Вот статус владельца и роскошь, вот сейчас ты об этом сказал. Сакральный смысл предмета, роскошь, это вот я про Кизикина и есть люди, которые для них это роскошь. Ценитель искусства, который он может быть, я не знаю, не доедать, но у него из последних сил он будет что-то такое, вот это собирать, то у кого другого нет. Роскошь, особенно сейчас, у олигархов, у богатых, это желание утвердиться. Без этого просто, ну никак нельзя. Садило в том, что вот по-настоящему богатые люди, они уже отходят от всего этого. То есть вот желание как-то утвердиться, желание показать свой статус. Нет, им уже и не надо это. Им не надо. Когда они это все накапливали, тогда им это было надо, иначе без этого у них бы ничего не произошло. Все дело в том, что все прекрасно понимают, что с собой ничего не унесешь. Все это прекрасно понимают, но... Но! Все ведут себя так, как ведут. Вот смотри, вот Стив Джобс, он там ходил в драной джинсах. Там Сокерберг, вот я смотрел, как в Ютьюбе там фильм выложили. Он сидит, он делит рабочий стол с несколькими своими сотрудниками. У него коммуникации, у него там все это варится, непрерывные идеи и так далее. То есть он живет этим, это для него адреналин. Ему не надо там отгораживаться ни в какую башню, ни в какие отдельные кабинеты, ни в какие отдельные замки. То есть он наоборот стремится как можно большим общением и не старается показать свою статусность через свои деньги. Наоборот, он старается показать свою статусность через свои мозги. А это очень трудно сделать, надо работать каким-то образом. Но, и это еще не все. Вот ты говорил о том, что обладание какими-то сакральными вещами. Дело в том, что вот начиная с президента Ющенко, который любил собирать артефакты. Да и сейчас он собирает, да. Да, артефакты Терепольской культуры. Но у него там хоть какие-то эксперты. Мне вот довелось, помнишь, вот была-то шумиха с подземельями Романчука. Ну да, я могу себе представить. Мне показали, что тебе показали, ты был в этих подземельях? Нет, я не был в этих подземельях, но мне удалось посмотреть то, что там нашли. Мне показали там несколько крестов немецких. Несколько знаков, которые давали гренадерам вермахта за ближний бой. Это что-то аналог нашей медали за отвагу. Я посмотрел. Во-первых, эмаль крестов. Во-первых, они все новоделы. Во-вторых, они даже сделаны неграмотно. Эмаль крестов выпустило казначейство Третьего рейха для 6-й армии Паулюса за победу под Сталинградом. Поскольку победы не было, эту партию все уничтожили. Но какая-то часть гуляет. Называется у коллекционеров мертвыми крестами. Вот эти вот все, так сказать, отличия за ближний бой, там патинга нет. То есть это штамповка. Они скупятся на экспертов. Я все это понял. Роскошь для разных все-таки. Нет, ну они вот стремятся обладать этими сакральными вещами. Но они очень не любят платить за это деньги. То есть вот за экспертизу за какую-то. Сергей, у нас осталось ровно полминуты. Я даю тебе возможность закончить эту передачу. Ты бы хотел, чтобы здесь вот на столе лежал слиток золота или нет? Нет. Зачем мне здесь на столе слиток золота? На этом столе. А у тебя тоже не надо, да? Дома тоже не надо. Мне слиток золота уже глость с ним забивать. Ну да. Зачем мне слиток золота? Сделать его ликвидным в какой-то валюте? Так что такое для тебя роскошь? Скажи, пожалуйста. И мы закончим эту передачу. Для меня роскошь. Это свободное время и возможность общаться с тобой любимым. Вообще с интересными людьми. Спасибо тебе за эту беседу. Слава Богу. Так мы не очень так все это немножко сумбурно. Но все-таки, наверное, и на эти темы надо говорить. Спасибо, дорогие зрители, что нас слышали. До свидания. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»!